Сегодня мы читаем первую главу из книги Хорстона «Математика и метафизика». Мы решили переводить произвольных объектов, «Видение» и первую главу. Они совсем коротенькие, там написано довольно мало, но давайте с этого, кем-нибудь, я не начнем. К чему вообще все это? Чем руководствуется Хорстон, когда говорит, что он будет возлагать в этой книге? Он исходит из теории произвольных объектов Файна, это книга, которой уже сколько получается? Ну, лет 40, кажется, или 35. В общем, довольно давнишняя книга. И он говорит, что вот Файн развил теорию произвольных объектов, но нужно ее применить к дебатам о математическом структурализме. Он упоминает статью Файна, где, по его словам, Файн уже такую попытку предпринимал, но я эту статью не читал и не посмотрел, к сожалению, к сегодняшней встрече. Вот он там говорит, что Файн уходит в другую сторону, но не в ту сторону, в которую ему нужно. Хотя ему все еще нравится аппарат, который Файн разрабатывает. Ну и вторая его мотивация – это то, что Файн в этой работе и дальше он предпринимает отход от предпосылок современной аналитической метафизики. Он дальше сам Хорстон скажет, что это за подход и почему, на его взгляд, нужно от этого подхода отходить. И более того, этот подход даже нужно радикализировать. По поводу произвольных объектов говорит, что, насколько я понимаю, то есть у нас есть объекты, что это за идея, что мы хотим применять. То есть у нас есть какие-то специфические объекты, но поправьте меня, если я это не так понимаю. Но когда мы произносим какое-то, выдвигаем какое-то их описание, мы не сразу понимаем, почему они отсылают, в каком смысле они произвольные. Что-нибудь может как-то доходчиво объяснить, почему вообще это важно для дебатов о математическом структурализме? Потому что вот в этой главе он проект, к сожалению, не пишет. Какие такие обыденные примеры этих произвольных объектов без применения к математике? Ну вот там Хорстон говорит же о человеке, который едет на автобусе, потому что это такое. Вот, ну то есть это не какой-то конкретный человек, который едет на автобусе, там разные могут быть люди, просто такой вот некоторый объект, человек, который едет на автобусе. В смысле, мы не понимаем, почему в точности отсылает это описание, да? Да, да. То есть это может быть вообще любой человек, который едет на автобусе просто. Хорошо, тогда я примерно понял, о чем речь. Вот. Дальше он говорит о том, что на него повлияло. Это семинар критки по модальной логике и использование версии квантифицированной модальной логики Карнапа. Он посвящает ему подходу отдельную кулу в книге. И второе это то, что он, значит, советовался с Линоба по поводу того, что вот по словам самого Хорстона и по словам человека, который рецензировал книжку Файна, этой книге не хватает неформального обсуждения метафизических вопросов. Вот я, к сожалению, я бы с удовольствием эту книгу посмотрел, но я не могу, потому что его только на доступе, к сожалению, нет. Но вот исходя из того, что говорит Хорстон и рецензиент Файна, там достаточно технических деталей, но неформального обсуждения метафизического статуса произвольных объектов их не хватает. А совет Линоба заключался в том, что прежде чем пускаться в эти детали, нужно вот этот вот информальный статус метафизический обсудить. И он намеревается это сделать, в смысле он Хорстон. Ну и это совместная статья в Спиранске, так что если вдруг Спиранске посмотрит это видео, передаю ему привет. Вот, ну, а мы тогда идем дальше. По поводу математического структурализма. Он говорит, что вот мы, дескать, должны применить теорию произвольных объектов к дебатам в математическом структурализме. И он там дает краткий очерк, даже, в общем, не указывая работ. Вот он говорит, что конец 19-го, начало 20-го века, это Дадекинда Гильберг. Я буду рад, если, Лев, например, ты скажешь, какие конкретно работы имеются в виду, потому что, например, я знаю, что у Дадекинда, у него есть своя аксиоматика натуральных чисел, как у Фреги, у Пиано, но у него там другой способ. И я так понимаю, Хорстон считает, что подход Дадекинда, он является структуралистским в какой-то степени, да? Да, ну здесь, конечно, имеется в виду работа, которую на русский переводится, что такое числа и для чего они служат, где Дадекинд, в общем-то, дает аксиоматику, которая в дальнейшем стала называться аксиоматика Пиано, хотя на самом деле это аксиоматика Дадекинда Пиано. И он там говорит о том, что существует вообще сколько угодно вот этих вот разных систем чисел, которые этим аксиомам удовлетворяют, но есть одна, единственная, самая настоящая. И он доказывает, что они все изоморфные. То есть он как бы выдвигает структуралистскую позицию, да, что вот существует много-много разных систем, которые удовлетворяют набор аксиом, и без разницы, какую на самом деле мы будем использовать. Но при этом он все равно еще остается на позиции платонизма и говорит, что есть, конечно, самые настоящие такие трушные натуральные числа, которые вот самые главные из них. Но вообще-то они никак не различаются математически. Они отличаются от других систем. Ну да, это очень похоже на то, как сейчас говорят про натуральные числа, а я так понимаю, это разговор именно... Ну, там пишут фамилию Пиано, во всяком случае, когда про это говорят, но да, спасибо за это пояснение. Вот, значит, Гильберт. Более поздние разработки это уже Бурбаки. И, наверное, стоит сказать, что, ну, то есть по поводу Бурбаков, что у них там была целая своя отдельная программа по, ну, не то что аксиоматизации математики, а что они хотели изложить какое-то ядро математического знания и изложить его определенным образом под... Исходя из определенной как бы философской призмы, они пишут об этом в том числе в очерке по истории математики. Кажется так, как книга называется. Но, может, там есть авторы, которые эту позицию более понимательно развивали. Вот. Это, конечно, статья Беннессерафа, про которую, я думаю, лишний раз упоминать не надо, да, чем числа не могут быть. Так, наверное, ее конкретно будет перевести на русский. Вот. Ну, и дальше он уже пишет про более поздние и более приближенные к современности разработки. Это вот номинаристический вариант филда и Хаумана и полотонистический резника и шаперо. Вот. Также вот он говорит, что сейчас структурализм — это доминирующий взгляд. И вот я взял данные из запроса Чаумерса на филпейперс за 2020 год. И вот тут, видите, структурализм набирает 21 с небольшим процентом. А другие, которые 34, это, по-видимому, там разделение между какими-то разными взглядами. Ну и, в общем, наверное, можно сказать, что в какой-то степени, если там в других, я не думаю, что в других там чего-то сильно больше, чем 22, хотя тут опять-таки нужно смотреть, как это считается, потому что там люди не указывали конкретную позицию, в смысле ее не разжировали в самом этом вопросе. Но вот уже прошло 40 лет. В 2010-м на филпейперс, кажется, не было такого варианта. Во всяком случае, в прошлом опроснике этого вопроса не было. Но вот, наверное, интуиции Хорстона, они в какой-то степени подтверждаются этим вопросом. Ну, это я просто привел, чтобы посмотреть, ну, не просто сказать, что вот у Хорстона такие интуиции, он так это оценивает, но у этого есть какие-то реальные основания. Вот. И я думаю, что, ну, на первый взгляд такого нам хватит. Вот. И Хорстон говорит, что он хочет отойти от вопроса реализма-антиреализма в рамках структурализма, потому что, по его словам, дискуссия, она как-то немножко заглохла, и он хочет сосредоточиться на природе математических структур и на то, чтобы найти какой-то новый способ их понимания. Теперь по поводу того, как же он считает теорию произвольных объектов, можно к математическому структурализму применить. Вот он говорит, что структуры математические, они относятся к системам объектов, которые их эссоцируют, а произвольные объекты, они относятся к конкретным объектам, которые могут быть их значением, но при этом мы не можем сразу сказать, к чему в точности этот произвольный объект отсылает. И вот как он говорит, что исходя из того, что мы проводим метафизическое различие между конкретными и произвольными объектами, мы можем различать конкретные системы и родовые системы. Дальше он будет говорить, что его основной пример – это родовая система натуральных чисел. Довольно понятная и известная штуковина. По поводу того, что Файна не хватает неформального обсуждения, он будет сосредотачиваться на нем, и при этом он говорит, что в какой-то степени идея написания этой книги и сосредоточения философии математики именно на произвольных объектах, она немножко безумная, потому что по его словам большинство философов они считают, что аргументы Фреги достаточно убедительные, но он еще немножко иронизирует и говорит, что вообще в современной аналитической метафизике никто не возражает против того, чтобы какая-то точка зрения была безумной, особенно если вот эта метафизическая точка зрения, люди чувствуют, что они ее понимают. И поэтому вот он считает, что такое безумие с разных сторон позволяет ему сделать задачу какого-то рассмотрения более систематического и более проницательного рассмотрения этой теории и переменения ее к тем дебатам математического структуризма, более внимательно, чем это в работах Файна было сделано. Опять-таки я с удовольствием вам сказал подробнее, в чем заключается этот взгляд Файна, но не могу просто эту книгу в этом доступе найти. Но еще он говорит, что он расходится с Файном во мнении о том, как нужно развивать лежащую в основе этого взгляда теорию произвольных объектов. Но я думаю, он на протяжении этой книги дальше будет говорить, в чем состоит его взгляд, а в чем состоит взгляд Файна. И можно будет говорить про взгляд Файна хотя бы не на первоисточник сэва, а на то, как его Хорстон пересказан. Что вообще Хорстон по его собственным словам хочет развивать? Первое – это то, что он хочет развить метафизический взгляд на природу произвольных сущностей и защитить его от возражений. Я так понимаю, что возражения – это то, которое фреггевское возражение. Хорстон говорит, что Файн в своей книге дает убедительные философские ответы на довольно сильные возражения, в том числе фреггевские, но при этом метафизическая теория по словам Хорстона достаточно неразвита, и природа произвольных объектов недостаточно изучена, хотя уже 30 лишних лет прошло, но, как он отмечает, библиография по этой теме довольно маленькая. Хорстон говорит, что он хочет развивать теорию дальше, и он хочет немножко пересмотреть Файновскую теорию. Второе – это он хочет развивать приложение теории произвольных объектов. Самого Хорстона его интересует, каким образом эта теория может применяться не только к самим объектам, но и к системам этих объектов. Он, видимо, собирается рассматривать какие-то произвольные системы объектов, которые... Ну, произвольные системы объектов можно рассматривать как системы произвольных объектов. Вот. И он говорит, что есть определенные сложности с тем, что мы можем приписывать вероятности произвольным объектам, и там они принимают, в общем, бесконечно много значений, и как-то он этот вопрос, видимо, будет развивать, но сам предупреждает, что он не считает, что он его удовлетворительным образом разрешил. Наверное, он хочет себя обезопасить от того, чтобы критика, возможно, в его адресе не была слишком суровой. Ну и третье – это взгляд на то, как различные тематики в современной литературе о произвольных объектах друг с другом связаны. Вот. Он будет обращаться к разным библиографии и друг с другом сравнивать. Вот. Это то, что он хочет сделать в своей книге. Дальше то, чего он придерживается, когда он будет это дело развивать, то есть когда у него будет методология. И в чем заключается отход от методологии современной аналитической медофизики. Вот это говорит, что то, что вопросы реализма в математическом структурализме, они стали играть центральную роль, и то, что они играют центральную роль и в других математических дисциплинах, это на самом деле факт не случайный. Это следствие преобладающей методологии в аналитической философии, которая по его словам идет от Куайна. Вот. Вы можете принимать или не принимать этот дед и спорить с ним. Ну, вот. Такое вот у него, скажем, предположение. Вот. Он говорит, что он хочет отстаивать другую методологию, которая изложена в статье Файна «Наивная метафизика», где Файн проводит разделение между наивной и фундаментальной метафизикой. Вот. Наивная метафизика, она имеет дело с тем, какие метафизические сущности перед нами предстают. А фундаментальная, она имеет дело с тем, какие сущности вообще есть. И Файн говорит, что наивная метафизика, у нее приоритет фундаментальный. Хорстин говорит дальше, он говорит, что не просто мы должны отложить вопрос о существовании, пока мы не исследуем метафизическую природу того, о существовании чего мы говорим. Мы вообще должны их отбросить. Это радикально, но вот он говорит, что это позволит развернуть дискуссию в нужную сторону, чтобы она не заглохла, по его словам. Еще он говорит, что как человек, который придерживается методологии наивной метафизики, он довольно скептичен к тому, какие у нас есть антологические, редукционистские программы, философии, ну, что он, в принципе, скептичен к тому, что, например, мы можем произвольные сущности как-то свести антологически к классам конкретных объектов. Что, видимо, он считает, что это, в принципе, невозможно. Вот. Ей не нужно даже пытаться. Ну, и третье, это то, что вообще формализация приветствуется, что не видит противоречия между методологией наивной метафизики и математической философией. Вот. И успех применения формализации, он будет зависеть от того, как хорошо заданные теоретические модели, которые он сам намеревается использовать, они фиксируют характерные логические свойства и отношения между произвольными сущностями. И вот он говорит, что на самом деле понимание природы этих произвольных сущностей и умение их хорошо моделировать – это вещи, которые рука об руку идут. Вот. Это все, в общем, что можно еще сказать по тому, что мы будем читать, потому что он там дальше, видение, а не предисловие, это буквально первая глава, и он там дальше кратко пересказывает, что будет твориться в каждой отдельной главе, и обозначение. Я думаю, вы меня простите, если я не буду давать краткий экскурс в главы, которые мы и так будем читать, наверное, дано для тех, кто хочет по главу книгу читать, что конкретно интересует, ну, у вас нотация, и мы будем разбираться вот по стольку-поскольку. Вот. Это все, у меня больше ничего нет, и там реально там больше дальше тоже ничего нет. Во сколько я уложился? 20 минут? Ну, вот как-то так. Если у кого, если кто знаком с файновской теорией произвольных объектов и представляет, какие там еще были разработки в этой области, или знаком с тем, как файн, вот ссылается Хорстен на какую-то статью, где файн предполагает объяснение теории произвольных объектов, ее приложение к философии математики. Ну, вот я говорю, я ее не прочитал. Может, кто-то про это сможет нам рассказать, или уже предложить какое-то свое видение этой проблемы, или, наверное, с чем-то не согласиться, потому что, вот, я говорю, содержательно, это все, что от меня сегодня требовалось, и то, ну, по поводу чего мы договорились. Вот. У меня все. Да, спасибо, Арсен. Ну, я немножко еще тоже пару слов скажу. Тут, мне кажется, важно вспомнить, что вот эта вот идея файна в произвольных объектах, она вырастает из исследований, которые файн проводил, занимаясь работами Кантера. Вот. У Кантера в одной из его работ, как она точно на русском называется, я, честно сказать, не скажу, там что-то там к вопросу исследования теории трансфинитных чисел, по-моему, так называется. Вот. Там Кантер предлагает свою идею того, что такое абстракция. И вот у файна в некоторых работах есть даже прям отдельные статьи, которые так и называются, Кантеровская абстракция. И он, в принципе, защищает вот эту вот позицию, да, в противовес, там, абстракции по фреге или там еще по нео-логицистам каким-нибудь. Значит, эта абстракция вот как раз использует идею произвольных объектов. У файна даже есть, кстати, такое короткое выступление на TED. Оно, конечно, такое научно-популярное скорее, да, но, тем не менее, вот там он как-то довольно легко иллюстрирует, что же это за Кантеровский подход к абстракции такой. Там он как раз говорит о том, что такое число. По-моему, даже так это выступление называется, что такое число. И он там говорит, что вот есть вот эта знаменитая проблема. Он, правда, не называет ее, это биноцеравская проблема отождествления, что вот, значит, можно натурально чисто представить как множество там по... Ну, как нумералы Цермела, как конечные ординалы фон Неймана. Можно там еще много всяких способов, конечно, придумать. В общем, ну и получаются какие-то странные вещи с этим, что вот у нас есть число 2, например, оно у нас вот так вот может выглядеть, как такое множество, может выглядеть, как другое множество. И по идее, по транзитивности, равенства, они должны совпадать, но это получится бессмыслица какая-то тогда. Ну, просто противоречие на семантическом уровне получается. Вот. И он говорит, что, ну, вот эти вот подходы, они все очень нехорошие. И есть гораздо более хороший подход, который ему вообще-то 100 с лишним лет. Это вот как раз Кантеровский подход. И Кантер что предлагает? Он предлагает определять числа следующим образом. Он говорит, что есть некоторые единицы или юниты. Вот можно так выразить. Юнит, да, единица какая-то. И что это за единица? Единица — это объект, который лишен всех своих индивидуирующих свойств. Вот мы все эти индивидуирующие свойства, которые позволяют указать на какой-то конкретный объект, удаляем, и у нас получается такая единица. Вот число 1 — это множество, которое содержит такую одну единицу. Число 2 — это множество, которое содержит две таких единицы. То есть какие-то два произвольных объекта, как это получается. Вот. Это то, что Кантеровская абстракция. Вот это идея, которая почему-то в основаниях математики оказалась, забытой в каком-то смысле. Но файн ее откапывает и пытается реанимировать. Причем это делает еще с 80-х годов. И вот как-то так вот использует. Вот это вот идея, которая лежит в основании концепции произвольных объектов. То есть это вот такие единицы, которые как бы лишены индивидуирующих свойств. Окей, спасибо. Ну, то есть можно прям посмотреть вот это выступление на TED. На TED, да, хорошо. Да, у Файна. И у него есть статья, называется она, по-моему, прям так, Кантеровская абстракция, что-то вот такое. Окей, спасибо. Будет хорошей наводкой. Кантеровская абстракция, реконструкция и защита. Это 98-й год у Файна статьи. Да, вот работа Кантера – это исследование по основаниям трансфинитной теории множества. Спасибо, спасибо. Это 1895 год. Ну, по поводу Файна можно сказать, что сравнение с концепцией Файна Хорстон анонсирует введение, и он это сделает к концу книжки, типа в восьмой главе. Вот. И, видимо, это имеет какой-то смысл с точки зрения стратегии изложения материала для Хорстона, что он отодвигает сравнение своей концепции с концепцией Файна туда, в конец книжки. Вот. На это сравнение будет дано. Ну, да. Мне кажется, это даже разумная стратегия в смысле того, что как бы концепцию Хорстона мы пока еще не знаем. Так что как он может сравнивать свою концепцию с концепцией Файна, если он ни о том, ни о другом ничего не рассказал? Ну, по-моему, вполне правильно так и делать. Сначала свою концепцию рассказать, потом сравнить ее с альтернативой. Ну, а по поводу книжки, да, книжка Файна, ее нету в электронном варианте, прям вообще нигде. И сам Хорстон вот здесь вот в предисловии, по-моему, или вот в первой главе в заведении пишет, что он является счастливым, редким счастливым обладателем этой книги. То есть похоже, что она, в принципе, очень редкая, даже в бумажном виде. Очень хитро, получается, нам нужно верить Хорстону на слово? Ну, есть, по крайней мере, статьи Файна, которые так или иначе касаются произвольных объектов, там, да, вот этой кантеровской абстракции и всяких вот этих штук. Но что там в книжке написано, действительно, пока большая загадка. Может быть, как-то изменится эта ситуация в будущем. Да, и Хорстон-то пишет вот эта вот книжка его, по-моему, какого, 19-го, что ли, года, да? Или что-то такое. Да, 19-го года. И он там пишет, что он надеется, что в то время, как она будет в печати, выйдет, как бы, видимо, типа переиздание Файна или какая-то книга Файна, которая продолжает его ранние разработки. А, да, следующая, новая редакция вот этой книги Файна. Это на 12-й странице предисловия. Но она так и не вышла. Ну что, видимо, теперь действительно ни у кого больше вопросов, соображений нет. Тогда еще раз Арсену спасибо. И, видимо, мы можем заканчивать сегодняшнее обсуждение на этом. Да, тогда всем спасибо и до следующего раза. Спасибо.